Занять первую строчку. Да я думаю, мы единоклассно будем голосовать, в принципе. Не, ну давайте, а вдруг, а вдруг. Да-да-да, давай. Давай с тебя. 2.0 Secret. Хорошо. Так, будут ли какие-то разногласия от Егора? Ну, я разумом тоже говорю 2.0 Secret, но сердцем бы хотелось, чтобы одну карту Ньюбьянка отжали. И почему-то, вот смотря на первую стадию, я вижу уже, как бык бежит на этого СФ и Квапа с дерьмом бегает. Но все же скажу 2.0 Secret. Хорошо, хорошо. Хорошо, Ярослав? Я ставлю 2.1 на Secret. Хорошо. Ставка сделана, и Артур? 2.0 Secret. Хорошо, а что же думаете вы, зрители, очень интересно? Вдруг вы поставите на Ньюбьян? Возможно, все возможно. Ну, а у нас пики, давайте обсудим. Team Secret, первая стадия пиков и уже SF, Ember Spirit, грубо говоря, все карты своих кор-героев раскрыты. Ну, а у Ньюбьянка два по Spirit Breaker. Итак, что вы можете сказать? В Team Secret уже вот есть как раз-таки два кор-героя, причем для Envy это сигнатурный Ember Spirit. В E3-3, скорее всего, будет играть на SF в миде. Популярный это довольно-таки распик именно в нашем дивизионе. Если отдают двух этих героев вместе, многие команды предпочитают сразу взять, а дальше уже добирать просто саппортов под этих персонажей. Ну, вот я смотрю, у Ньюбьянка, у них тоже такой неплохой очень пик. Это Queen of Pain, Speed Breaker Dark Series знаменитая дабл-линия в сложной. Ну, или, может быть, Spirit Breaker не будет даже в сложной, но я думаю, что начнет он оттуда. И у SF могут быть проблемы в миде. Вообще, Ньюбьянка, вот мы по квалификациям запомнили, что они достаточно агрессивно играют. Они чем-то похожи, может быть, на Virtus.pro. В том смысле, что они тоже стараются, понимают силу своего мидера, стараются ему помогать. Всячески опекать, гангать для него, создавать для него какие-то спейсы. Ну, и тут уже видно это стремление. То есть Spirit Breaker будет вместе с Квопой SF на миде гонять. Гонять, вчера мы видели, чем это может закончиться, если грамотно реализовывать. Да, там была Лина с Квопой. Не знаю, с Квопой может даже проще убивать SF. Но вот, видимо, что укрепляют свой лайнинг в Team Secret как раз-таки Бэйном. Берут оффлейн-ютилити такого персонажа, как Никс Ассартин, которому особо ничего не надо. Нужен левел, и именно направлено на то, чтобы потом бегать по карте и помогать вот этим двум-кор персонажам. Безопасно себя чувствовать на карте. Ну, вот мы видели на китайских хвалах, как Ньюби Янг делают распик, а Ньюби Янг действительно в Салат никогда не проигрывали. То есть вчера мы наблюдали игры Fnatic, и мы понимали, что там совершенно у них нет шансов, когда они играли против Ньюби. Там были две игры проигранные по пику в Салат, и по игре. Здесь от Ньюби Янг уже видно, что к пик они в Салат не проиграли, у них такой солидный китайский пик. И здесь уже скорее Пупей прибегает к своим таким наработкам, типа Бэйн, Никс Ассартин. Ну хотя бы Пупей нам всегда берет. Пупей даже ничего не старается делать, он берет своих героев. Это наоборот Ньюби Янг, что-то нужно сделать с пиком Тим Сикрет, нужно готовиться, потому что ты понимаешь, что ты в каком положении находишься, это нужно что-то делать с пиком Тим Сикрет. Мне кажется, не стоит сейчас в позиции аутсайдера пытаться построиться под Сикрет. Лучше взять свое солидное и пытаться это хорошо исполнить. Ты когда пикаешь, надо посматривать на героев противника и плюс-минус понимать, если ты какую-то свою заготовку будешь играть, к этой заготовке могут быть и готовы. Ну вот остался только кэрри для Ньюби Янг. Это бы какого-нибудь взять героя, который мог бы что-то еще сделать под комбо 3К 500 ММР и Дарксир плюс Кин оф Пэйн. Вроде бы Витча, Мембера есть, есть Баростром, есть и Лиончик. Если бы не было бы Бэйна, я бы сказал, давайте Свина возьмем. Пацаны, ну Пэйр науортит. Джаггер может оказаться, да. Ну Джаггер вроде в бане, да, он в бане у Сикрет. Желательно взять второго какого-то милишника, чтобы в двух щитах выбегать, Баро Трум плюс еще кто-то. Ну ты мне в голову Сларк пришел сразу. Сларк тоже есть. Не знаю, как они захотят ли его взять. Да не, Сларк это кусок. О, вот Алхимик побегал. Еще такой герой, кстати. Керри Алхимик. Тут, конечно, суппорты, да, такие, что им Аганим и геймчейнинговый не купишь. Что? Лион под Дарксирой? Мне геймчейнджинг Аганим? Я помню, как мы с тобой эту комбинацию мутили, Лион и Магнус, и Аганим. И как оно было? Ну, это было... А ты уже не помнишь, Ярослав? Практически и было. Я помню. Нет, это было не в компетте, поэтому в панчке играли. А Спиритбрейкер с Аганимом никогда не видел? Ну он, да. Очень плохой Аганим. Нет, уничтожение. Слушайте, подождите, тут полная команда Аганимная, полная Аганимная команда. Дарксир стягивает. Да, Иван, ты знаешь, Спиритбрейкер, Клопа. С вот этими тенденциями доты, когда уже к почти каждому герою добавили хоть какой-то Аганим, смотришь почти на любой пик и говоришь, полная Аганимная команда. Мне кажется, скоро уже и в Баунти Хантер, и в Антимага появятся Аганимчики. Ну, вообще-то надо добавить, чё бы нет. Пускай у всех будут. Кстати, в параллельном пике Альянс, Альянс и Иван взяли Веспотини на первые два пика. И Фурион всё ещё не в бане, да? А против них играет практически команда Сикрет, судя по пику. Там СФ Бэйн и Никс просто скопировали. У нас Ванька очень сильно расстроился, что мы не захватили группу Ди. Да, я считаю, что она интереснее, чем группа С. Я, кстати, тоже считаю, что она интереснее, чем группа С, но... Ну, мы преследуем тут меркантильную цель. Сейчас Пей возьмёт героя для себя. Последнего. Может быть, Нага Сирен? Энигма. Кристалл Мейден, как чую. Энигма, кстати, солидно тут смотрится. Энигма? Нет, Нага здесь смотрится куском. А чё нет? А как же? Через ПХБ пробивает нежи? Нет, ну погоди. Суперидбрейкер пробивает мультой. Погоди, ну какая Энигма? Ему нужно что-то более-менее активное, иначе всё-таки... Какая Энигма? Ты пупи, он может пикнуть просто всё, что он может. Он может вообще нехожут фортом делать, на самом деле, и всё с хардбюрами. Нет. Максимально укрепляют лейнинг, как раз-таки, чтобы бороться с братром Дарксира, и это Undyne. Да нет, они просто видят слабую очень даблу, триплу на... Нет, они усилят свою на топе, я уверен. На лёгкой линии, там будет стоять Леон Алхимику, просто туда пойдёт... Ну что ж, ладно, ребят. Об этом мы будем говорить после того, как матч закончился, после того, как первая карта подойдёт к концу. Сикрет против Ньюби Янг. Первая карта сегодняшнего дня начинается прямо сейчас, и мы передаём слово нашим комментаторам. Ну что, спасибо огромное, Вань. Мы начинаем, собственно, первый матч сегодняшнего дня. Группа С. Да, я, наверное, соглашусь с Иваном, что группа Д, с точки зрения равных команд, наверное, поинтереснее. Там, Яхоум, Альянс, Дэк и так далее. Очень хорошую и качественную доту. Вот в этом я вообще ни на секунду не сомневаюсь. Давайте смотреть, наверное, Вань. Но, с другой стороны, давайте вспомним, что это же Пупея. Это тот самый капитан, который сохраняет старую традицию проигрывать все свои первые матчи. И кто его знает? Может быть, и Ньюби Янг сейчас одну карту-то отожмут этих товарищей. Ну почему бы, как говорится, и нет. Как бы не размытили. Пай Лайда, отличный ТП в мид. Сразу же ставится вот сюда вот. А вардец видит он уже сюда Джи-Аджиа подбегающего. Да, надо познакомиться быстро с командами. Пай Лайда играет на суппор-андайинге. Вихас играет на СФе. Джеки, ну сколько же можно? Ну сколько можно? Почему он не может написать нормальный никнейм, а? Тернал Энви или Джеки Мау играет нас на Эмберспите. Пупей играет на Бэйне. Ну и последний у нас на Никс Ассасине, конечно же, играет Мизери. И команда Ньюби Янг. МРР. МРР. Считай, как МРР, только МРР. МРР на Леоне. С-С-С-С-С-С на Queen of Pain. Нигрик, Дарксир. Дже-Дже. А, это не Ирик, это просто у него какие-то китайские иероглифы. Дарксирские иероглифы. Да, да, Дже-Дже на Алхимики. И Ли на Барике. Ну там Ли и Ле. И Ли и Лу. Вот такие вот товарищи. Вот этот Ли на Спиритбрейкере, который на Дарксире. У него никнейм Лу так ворвались на Мизери. Проблемы у Мизери могут быть. Мизери копает двоих. Идет Драгу. Проблемы у Мизери. Мизери погибает. Но разминивает его с Дарксиром. Еще кто-то должен умереть как минимум. Пайлайдай идет до конца. Будет ли еще один Дикей у Пайлайдай? Будет Дикей. Но ничего этот Дикей ему скорее всего не даст. Потому что Пайлайдай должен здесь... Да ладно, Пайлайдай все-таки вживает. Братрум разогнался. Братрум в Виху разогнался. Ну и размен заканчивается у нас один на один. И неплохой замес за руну называется. Алхимика вынудили вкачать Асид Спрей. А руну кто забрал вообще? Баунти Хантер... Ой, Дарксир, боже. Баунти Хантер. Да, Баунти Хантер забрал руну несуществующую на этой карте Баунти Хантер. Ну так хорошо, Тим Секреты вышли. Здорово разменялись. Понимаем, мы все прекрасно, что Алхимику ни в коем случае нельзя давать баунти руны, за которые он будет получать очень большое преимущество. И сейчас вот с тучкой он вынужден стоять на миде и против СФ слегка проседает. Да, деньги быстро не летят, опять-таки банки быстрые у него не будет даже близко. Хотя или будет, или что это бежит. Да, эта банка уже бежит. То есть в принципе, а не он ли фраг забрал? А, ну он забрал фраг. Как раз таки он забрал фраг, поэтому несмотря на то, что он не забрал банки руну, банка у него появляется, как бы фбшечка помогла. Если бы не было фбшечки, ну было бы, наверное, не очень весело. Что у нас пауза в игре? Попросил, не попросил, просто поставил паузу, а Энви. Я, к сожалению, очень плохо тебя слышу. Я не знаю, слышишь ли ты меня, ты не слышишь. Я нормально тебя слышу. Я тебя очень плохо слышу. Дам покрутить можно. Да я уже на максимум выкрутил. Вот эту штучку можно покрутить. Ну говори. Раз, два, три. Купей, тащи. Нормально. Ну, я слышу, но просто очень плохо. Ну, я надеюсь, на протяжении дня мы это подфиксим. Да, у нас тут интересная статистика заходит, то, что Nux Assassin в исполнении Team Secret имеет 4.0. Ну, и он... Теперь я тебя очень хорошо слышу. Да, ну, вообще, можно сказать, что у Team Secret очень многие герои имеют почти стопроцентную статистику, потому что последние, наверное, 6 месяцев эта команда только... Нет, последние три месяца эта команда только и делает, что выигрывает. Так что здесь мы видим, в общем-то, все герои очень хороши в исполнении. Да, напомним, что, как бы, Secret у нас на ESL One проиграли в финале в Нью-Йорке, на MLG New Orleans выиграли, турнир выиграл в UEG в финале, ну, и выиграли также на Young Championship в Сингапуре, выиграв там и Vici Gaming, я вообще показал просто невероятную доту. И стоит, если немножко вернуться в тот самый на Young Championship, стоит напомнить, что там 65% винрейт в Secret of Apache. Ну, это они там немножко в онлайне подзалили, они там в онлайне залили на квалах на саммит, и потом вообще с них сняли с этих квал, ну, это такое. Зато на онлайне они выигрывают очень-очень много, и вот как раз-таки я хотел вспомнить про Nanyang, потому что там в решающем матче в финале Винроу против Vici Gaming, на тот момент имеющий 20% на турнире винрейта Ember Spirit, которого никто не верил, взял его тварь из Eternal Envy и отыграл просто два невероятнейших матча на этом героя, и, собственно, за счет этого Секреты стали чемпионами Nanyang, поэтому Ember у Джеки, у Джеки Мао, раз он подсалился Джеки, будем ее у Джеки, наверное, называть, это очень серьезный герой, это невероятно серьезный герой. Я уже не говорю про SF от Vici. Ну, как сыграет Vici, опять-таки, да, для Vici это уже третий лан, он не супер новичок, точнее, получается, уже даже четвертый лан за последних три месяца, но, опять-таки, это первый мейджор лан, первый Valve лан, первый действительно важный лан, и вот как проявит себя он в самый важный момент, в самой важной игре, это очень-очень-очень интересно, потому что, ну, да, очень много разговоров сейчас идет по поводу вчерашнего выступления того же Miracle'а из команды OG, потому что, ну, действительно, совершил несколько грубейших ошибок в решающий момент игры, и, собственно, проиграли Vici OG, упали в лузера, очень много авансов раздавали Miracle'у, ну, ровно столько же авансов, конечно же, раздают и Vici, но Vici пока не давал повода в себе усомниться. Ну, хочется сказать то, что у Vici еще есть такой довольно-таки солидный плюс, это, ой, врывается в Аратром на зомби, решил отменить свой разбег, у Vici есть хороший координатор, руководитель, который, ну, как, наверное, как суммурай, который берет этот тяжелый меч и начинает там просто идти и всех рубить, то есть пока, ну, почти все игроки, которые играли с купеем в одной команде, они выглядели великолепно, поэтому Vici очень сильно повезло. Ну, кому об этом знать, как не тебе. Ну да. Да, действительно, много мы можем говорить о минусах, там, Eternal Envy, о минусах Vici, но у них всех есть действительно огромный плюс. Это наличие пупея в команде, который, ну, делает плюс вообще для любых. Напали немножко на SCC, вот, кстати, серьезно так побили SCC, заставляют ее просто блинкаут отсюда сделать, это очень весело. Ну, а тут в лесах Spirit Breaker пытался сгонять SF, но в итоге чуть сам себя не загнал, кстати. Так, и могло это закончиться довольно печально. Хотя, GIA, GIA, смотри, как хорошо для алхимика руну здесь сохраняет, да, и не разбил Виха ее, буквально уже замахнулся. Не хватало ранжей SF, чтобы разбить эту руну, но в итоге, маунч, руна достается алхимику. Второй игре Вилл с Грита, будет 290 голды, правильно ли, сколько там. Ну, посмотрим, как завязает. Эту самую руну, сколько ему там холды насыпет за нее, ну, тут напроседался, конечно, так серьезно, GIA в виде. Да. Сверху тем временем мы видим то, что довольно-таки стандартный матча для Secret, это Нюкс Ассайсим против Дарксира. То есть, можно сказать, что это, наверное, единственная команда, которая таким образом контрит Дарксира, поскольку у них стоит очень хорошо. То есть, в первую очередь, ты выжигаешь ману, и у Дарксира не хватает, чтобы спамить тебя щитками довольно бодринга. Во-вторых, во-вторых, у тебя, допустим, очень крутой билд через 2 манга, и ты имеешь просто невероятный реген, за счет чего ты спокойно добиваешь клипов под тавром. И мы видим то, что Мизери стоит хорошо и очень скоро готов уходить. Да, ну ты знаешь, в мидгейме этот товарищ Нюкс Ассасин будет жутко проблемным. Спайт Карапейс, конечно, очень опасная штука, и против Химикой, и против Квапы, да абсолютно против всех. И опять-таки, ты правильно сказал, Моноберн, ну вот мы видим, что происходит с Дарксиром. Дарксир просто бегает из маны, да, есть у него соло ринг, поэтому все хорошо, но где-то в драке там, ну это очень неприятно, и для ДС, и для Квапы, и для всех. Только первый левел на Бернсика, ну его наградить смысла нет. Самое главное то, что он является тем самым комбо-брейкером, то есть Дарксир, который влетает за место, обычно дает либо вакуум, либо стенку, ну не важно, что первое, Нюкс жмет Карапейс, ловит на себя один спелл, и Дарксир не может завершить свою комбинацию уже никак после этого. Да, да, и это проблема, действительно проблема, как-то ее надо решать, как они ее будут решать, посмотрим. Опять-таки с Никсом мы видели, Леонидом давал статистику, что 4-0 статистика у Team Secret, то есть пока они с ним не проигрывают. Ну да, и стоит обратить внимание на товарища ICC, то, о чем говорили Егор вместе с Ярославом, который играет на Queen of Pain, товарищ действительно очень неплохо себя проявил на китайских квалификациях на этот мажор, сыграл очень качественно, ну и вот, конечно, сейчас для этих ребят это вообще жизненный шанс сверкнуть. Просто если ты приезжаешь вот на такой мажор, как команда, которая приехала на замену, и в первом матче выигрываешь, например, у Secret, это же просто рвань. Это же, это же не знаю, это прям вот история от ZDEC может повториться, или это просто единичный случай? Не, ну может получиться, кто знает. Все-таки мы знаем, что эта команда у нас темная лошадка, напомню, что те же ZDEC заняли второе место на том же Инте, поэтому все может быть. Вот пока у нас тут игра, стоит обратить внимание на то, что в целом ребята все грамотно делают, то есть они особо нигде не подставляются. Мы видим то, что все суппорты стакуют, допустим, свои леса для Алхимика, и Алхимик имеет довольно-таки внушительный нетворс уже 2300 в кармане. Да, и мы видим, здесь действительно подбежал и братрум стакнул, и тут снизу по стакали, собственно, Квапа стоит спокойно, Алхимик на линии. И так имеет чудесный крипстат, тут на топе нападает, тем временем на товарища Дарксира, поставил он втенку, связывает его, Дарксира очень четко, ну и заслипили в последний момент, но уходит все-таки отсюда товарищ Лу. Именно такой у него, по-моему, никнейм Ле. Это никнейм у парня, играющего на Спирит Брейкере, и Лу, у парня, играющего на Дарксире. Ну, знакомимся, знакомимся. Да, если говорить о командах, которые сюда попали, которые в группах с четвертым посевом шли, то есть это Минески, это Анноун, это Фнатик и это Ньюби Янг, я думаю, что Ньюби Янг смотрится явно сильнее остальных, потому что Фнатики вчера, ну, просто жутким образом разочаровали. Но чуть не выбили ЕГЭ в сетку лузеров. Ну, чуть не выбили ЕГЭ, это одну карту выиграли, а потом просто их ввалили, как хотели. Ньюби их вообще в лузерах растоптали, так что смотреть на это было больно. Ну, как мы вчера вот с Тоби ехали и обсуждали, мы пришли к выводу, что Фнатикам, в принципе, нужно построить... Дизбант сделать. Не, или играть по одной стратегии, это Black Nantique Маги плюс 4. Вот, 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 и ты, вот, это абсолютно верно, да, а не то, когда в самым решающем матче Муши берет, внезапно пересаживается на суппорт Дизраптора и всю игру фармит ему Аганим. Ну, и заканчивается это все тем, что он один раз ультимейт за игру заюзал, все-таки Мизери, кстати, тут с дабл дэмэджем, будет пытаться в мид выйти, нет, в мид, конечно, он не выйдет, первый левел ультимейт, очень, очень, 20 секунд, Вендетта, 40 секунд, извините, Вендетта маловато, маловато, никого может не поймать, видит курьера, ой, ты посмотри. Должен догадаться, что сейчас стоял там Сентри. Ну, он по Сентри, он по Сентри, прошел, знает где Мизери и прекрасно знает, что он где-то рядом здесь, кстати, его можно здесь поймать. Вот он опять по Сентрикам пробежал, видит его МРРР и надо его хиксить, надо хиксить, хиксанули, теперь подкоп по таймингу, стан от алхимика будет, не качал стан, ясно, но тут воротром и это первая кровь фактически в игре, неплохо, ну, наказан. Да, Нью-Би-Янг, хорошо. О боже, Джи-Джи, я ни разу не играл на алхимике в официальных матчах, ну, неплохо. Опять-таки, выборка, наверное, маленькая, дистанция у Нью-Би-Янг довольно короткая, у них сыграно, так, ну, 18 профессиональных матчей в этом патче, что-то типа того, поэтому... Было время у них попрактиковаться с европейцами, мы видели то, что здесь все очень резко меняется, потому что буквально вчера, чего мы уже только не видели, мы видели и суппорт Найсталкера с Слардаром, который... нет, Слардар с брат Румом, вот, два суппорта бегали у нас. Мы вчера видели суппорт Бистмастера впервые в этом патче. Видели суппорт Бэтрайдера, который приходит на миде и кидает напалмы на того же СФ. Ну, это был веселый, кстати, Бэтрайдер, ну, разнообразные фишки бывают. Да, кстати, по поводу Нью-Би-Янг, тренировались они здесь довольно много и игрались на такт, на Мизери опять напали. И дайм-Кайлон Виха не добивает у нас Леона. Ой, как качественно-то все получается. И на топе тем временем экшен, потому что Джеки пытается драться против Лу. Джеки очень битый, Лу за ним до конца, но добивать Тернеллены просто нечем, поэтому уходит отсюда Дарксир. Но Пупей рядом, Пупей. Пупей четвертый левел, но ничего он не сделает за Дарксиру. И Слип не поможет, хотя Мизери под копчик четвертого левела. Дарксир, ну, мимо Мизери, Мизери. Так как-то это... Ну, к себе. Сикреты. Wake up, guys! Первая карточка? Да! 3000 преимущества, 10-я минута. То есть, вот хочется отметить, что сейчас делались. Ну, в принципе, они делают это в каждой своей игре, а они качают нюкса, то есть ставят его на легкую линию и выиграют какое-то время, просто выиграют время для того, чтобы он набрал свой фарм. То есть, время нападают на зомби. Да, да. И еще тамбу можно добрить, нет? Ну, не хотят. Боже, Мизери. Ну, тоже не проснулся, видимо. Да. Перед встречей встретились мы с ребятами, они как раз приехали из отеля, и они проходили. Я говорю, ребят, хэв фан. У меня Климент спрашивает, а почему не гуд лак? Я говорю, по-моему, удача не нужна. То есть, как-то об удовольствии получать в такой игре надо. Но, видимо, тут... Судя по началу игры, удача бы пригодилась. Одиннадцать минут и одиннадцать секунд понадобилось Джей Джей для покупки Родианца. Это очень хороший тайминг. Да, это не девять минут, которые показал товарищ из Анноун из Перу на квалификациях. Но одиннадцать минут, это круто. Против Team Secret. Против Team Secret, да. Энви сейчас забежал в вражеский лес, думал, сейчас я его нахожу, сейчас я его до Родианца убью, а тут не тут-то было. Да, тут четвертый Гривилс Грид. А при отсутствии, вообще при отсутствии стана, то есть не было, на Тейбл Конкошена вкачаного убили. И СФ, СФ, СФ с дабл демеджем, далековато, пошел. И как же четко копает, если он двоих полетел. Джеки до конца будет добивать Ле, да, Джеки добивает Ле. Ну, СФ отсюда уходит. Молодцы, Сика, супер, кто-то в контриле. Боже, Виха, уйди отсюда. Что ты делаешь? Ты же сейчас стан получишь и умрешь. Или просто сгоришь. Ну ладно, ошибся чуть-чуть. Ну такой нахуй ты, он просто. СФ? Да. Ух ты, как тебе такая статистика? Ну, хороша. Эти ребята умеют играть в лид-гейм, и, как мы видим, они очень четко выкачивают свои леса. То есть пока Алхимик, он вообще никого не боится, стоит на обсевере и сентрях, и забрать, ну, помешать как-то ему фармить уже нереально. Да ладно, боже, тут Джеки просто нереальные мансы против Final Pain. Final Pain, блин, первого левела, Джеки хорошо вокруг дерева заманцевал, есть АТП, прилетает Виха, и надо уходить отсюда к вопе. Надо уходить, неужели будет прыгать, прыгать, вопады конца, разводит ее проблему, ее в CC-стике, он юзает, и погибает Джеки Мау. Что ж ты творишь, чертяка? Как он его вытащил на себя, просто мансовал еще здесь вокруг дерева, и в итоге делает фраг. Ну, вот это уже, это уже опыт. Вот это уже опыт. Развел на стик, здорово получилось. Очень круто сыграл, Энвит. Бесспорно, конечно. Так, ну и пока мы видим то, что Клопа у нас продолжает радовать глаз и наводит на карте какой-то постоянный экшен, в это время вся команда Ньюби действует очень грамотно. То есть суппорта, как мы видим, которые всю игру стаклили для Алхимика, вышли на лейны. То есть Барик у нас потихонечку получает шестой уровень под центрей, и особо не двигается вперед. Ленчик, в свою очередь, так охранит Алхимика, и получает экспиренс, который он помогает ему набирать. И в целом, вот как мы видим по графикам, преимущество растет. И с этим нужно что-то делать. Да, да, 3000 колды и преимущество у Ньюби Яг. Опять-таки, да, все эти 3000 находятся у Алхимика. У Алхимика тревела появились, так в принципе, двушка из этих 3000, да, не боевые. Но суть в том, что с этими тревелами-то он постоянно сейчас будет в драке, и постоянно сейчас будет фарм-то идти, ой-ой-ой. Так, ну что у нас, что у нас снизу интересного? На Пайлайда я побежал, у нас Баратрун. Но здесь параллельный ганг в спину Queen of Pain. Восьмой левел, пошел ультимейт Пайлайда ян. Быстро его сбривает, там Буни успел поставить Пупей. Здесь же Мизери, хорошо, слип одного, ультимейт во второго. Подкоп от Мизери подвоем, и тут же Эмбер должен связывать. Но тут, вы посмотрите, что происходит-то. И неужели Леон спасет Баратрума? Да, так оно и есть, Леон спасает Баратрума. Леон далеко от Джеки пошел, свяжечка. Немножечко порезали двоих, Тавр бьет Мизери, прибежал Алхимик. Подкоп от Леона по двоим, минус Мизери и Джеки. Проблема у него, пытается улететь Джеки, нету больше реминантов. Надо уходить Эсэп, ультимейт от Эсэпа. Монстр ультимейт здесь от Вихи, ну и Джейджи тоже погибает. Виха! Привет, говорит, ребята, welcome to Europe. Вот это да. Вот это да. Вот это очень была хорошая размонсовочка. Подходит Пупей, дальше цепляет Дарксира, влетает сюда. Мизери копнет, Мизери копнет сейчас по Дарксиру. Да, влетает сюда Мизери, сначала решил забернуть ману, чтобы не успел завязать Сорж. И, как мы видим, минус 4 секреты довольно-таки уверенно делают. Да, очень качественная драка, да, правда, стоит отметить из минусов, наверное, то, что байбэк вынужден был сделать Мизери. В самый разгар драки, так что, наверное, немножко денег все-таки было потрачено. Но Секреты играли очень много, очень много. Было потрясающее исполнение Shadow Finda. Виха наверняка предполагал то, что большое количество сентрей у Ньюби Янг стоит в своем лесу. И мы вот видим то, что тут раз, два, три стоит, и все они инвизоров прекрасно палят. Но спрятался за елочку, и Алхимик такого, естественно, не ожидал. То есть сыграно было феноменально с точки зрения тимплея. Ой, застряет здесь Леп, не попадает под коп. Опа, иди, опять, в какую же раз в этой игре, но хватает демиджа, виха, два кайла после Дикея. И это восьмой фраг для Секрет. Куда он пошел? Это что сейчас такое, Виха? Ты ничего не перепутал, точно? Мастил есть. Есть доминатор, большое количество урона. Может быть, какая-нибудь руна сейчас появится, там, какой-нибудь дабл демидж или иллюзиями, которыми можно втанковать. И вот он, Абуз Зомбаря, тот самый. Тот самый Абуз Зомбаря. Сюда не ворваться, есть медальон от Пупея, и понятное дело, что Рошан падает очень быстро. Не видел я медальки на Пупея, и вот теперь я понимаю, почему решили сюда пить Секрет, и как же Чёрт-то всё-таки Секрет отыгрывает. Ну, несмотря на то, что Никс одним всего-навсего импейлом за игру попал, ну, всё равно каких-то претензий, наверное, к Мизри быть не может быть. Не может быть вообще, я думаю, это понятно. Ну, прицеливается, да. То есть, как минимум, у Спейс он для своей команды создаёт знатный. Да, да, да. Да, сейчас команда Неби Янг у нас не может драться против врага, потому что, да, у них хороший Нетворс, но, как мы видим, большая часть Нетворса — это исключительно фарм артефактов. То есть, это, в первую очередь, Травела Радианс, это где-то в сумме там, в районе 7 тысяч. И когда в районе 7 тысяч на руках, но они не дают никаких статов, то драться сложновато. Ну да, фактически это фарм для фарман. Так, Джеки мансует, хорошо, Квапа ультимейтом не особо хорошо попал, оцепляет Квапу. И подкопа двоим, как чётко действует Пупей. Ну, это просто космос какой-то, Пупей. Слив одного, ульт во второго, Мизри подкопа двоими, минус два кор-героя, опять-таки от Сикрет, загуливают парни из Неби Янг. Реально загуливают. Ну и продолжу я по поводу алхимика. Ну, действительно, продолжать дальше фарм ради фарма. То есть, мы видим, появляется Яша. Наш любимый билд. Появляется спинт-бустер. Да, это любимый билд. Каспера. Каспера. И вообще всего. Мы все любим этот билд. Это тот самый легендарный монтостайл с Акторином. То есть, давайте потратим 8 тысяч денег, чтобы ещё быстрее фармить. Обычно ничем хорошим это не закончилось. И потом резко оказывается, что у тебя слоты закончились. Внезапно, да. Нужно фармить новые. И бараки тоже у тебя внезапно закончились. Нужно фармить новые, да. Ой. Ладно. 10-5. Сикрет на 18-й минуте. Удивили. В начале Неби Янг. Всё было довольно неплохо. Но потом мы видим, когда надо было уже демонстрировать конкретное исполнение. Не пошло. И впереди уже на тысячу голды и секреты. И 6 тысяч экспириенс они ведут. Ну и при игре с алхимиком это очень большое преимущество. Прям невероятно большое преимущество. Но сейчас пока мы едем, Неби Янг не до конца знает им делать. Потому что ситуация плачевная. То есть, с одной стороны, вы не можете драться 5 на 5. Поскольку Айгис на эсэфе даёт ребятам очень много. И эсэф тут с большой вероятностью всех поубивает. И с другой стороны, как мы видим, Нюксевич в своём инвизе продолжает чекать вообще всю движуху на карте. И как-то сплитпушить им тоже сложновато. А ещё у него супердаггер появится. Здесь, кстати, выход в смоке. Видит Пупея. Пупея надо хиксить. Просветка. Айгиса не видно. Пупей не успел. Ну и это минус Пупей, да. Да. Нужно аккуратно здесь действовать. Потому что здесь их всего трое. Подходит Дарксир. Хорошая стеночка. Подходит Мизер. Отличный подкоп по двоим. Забирает Леона. И Дарксир остался с коровкой в одиночестве. Нужно валить. Да. Делать ТПА вот отсюда Баратру. Сбить было нечего. Потому что подкоп был потрачен у Мизери. Ну и в итоге разменяли. То, что ганг в смоке три на одного. В итоге закончил разменом один в один. Это опять-таки, конечно, успех для Сикретов. Да, это успех для Сикретов. Но с другой стороны, вот третий вариант, который я не успел озвучить, это то, что просто пойти и подраться в четвером там против кого-то. То есть, да, ты кого-то стянешь. И даже если вас там всех поубивают, то мы видим Алхимик. Время даром не теряет, правда. Вот нашли его здесь. Закончилась его ульта. И Джеки тоже время, да. Даром не терял и забрал. Ну, Джеки тревела. Мизери бегает, светит. Джеки прилетает куда надо. Ну и, собственно, заканчивается от невеста. Да, тамбут здесь разбили. Парни из Ньюби. Тавр не получилось на топе запушить, пока убивали Алхимика. Алхимик у нас умер уже трижды. Ну, фарм у него все равно не останавливается. Но это Алхимик, это понятно. Как бы ты его хоть шесть раз убей, он все равно свои артефакты нафармит. Не так уж сложно это сделать, имея четвертый Гоблинс Грид. Но, с другой стороны, хорошо фармит Эмберспилит. Вот хочется отметить то, что Мизери очень четко понимает, где же будет находиться Алхимик. То есть, вспоминая эту самую систему, что Алхимик никогда не будет ходить со своими товарищами, потому что в замесе ему нужно еще немножко времени, чтобы хорошенько подфармить. И как только он видит движуху на одной части карты, сразу на них все перемещаются в другую. И как мы видим, Алхимику довольно-таки сложновато. Против подобного. Да, 20 минут игры за нами. И вынужден где-то ближе уже к своей базе, наверное, фармить G. Аджи, а вот эти вот два спауна мы знаем здесь. Четко лес проедается и спокойненько фармиться оба спауна с помощью одного эсид спрая. Еще и даблстаки можно делать и продолжать здесь фармить. Но... Ну, фармить. Ну, фармить, да. Секреты, в свою очередь, демонстрируют необычайную хладнокровность, понимая, что пушить пока еще рановато. То есть, да, у нас есть Aegis, но, как видим, такой лайнап не супер пушащий. То есть, нет какой-то мейки, там, может быть, пугные, чтобы оставить в арты и по тварам бластовать. Такие герои, которые как раз любят охотиться. То есть, в первую очередь, это Ember Spirit с тройлами, в вторую очередь, это Nikseevich. И пока у нас, получается, охотиться, то нужно, естественно, в том же ритме и продолжать. Да. А Nubi, они теперь стали поумнее. Поумнее. То есть, они понимают, что теперь один алхимик не сможет на карте вот так вот аккуратно бегать и начинают его всячески прикрывать. Правда, вот сейчас вот может получиться небольшое столкновение. Aegis пропал. Да, далековато он сейчас зашел. А монтастайла еще нет. Есть рецепт только на монтастайл. Или в Курьере уже имеется... Да, в Курьере имеется уже ультимейтор, так что есть, в принципе, готовый монтастайл. И собирается Nubi, как будто на Смоук сейчас в миде. Ну, почему же они еще могли здесь собраться? И Смоука просто нету. Ну, просто постоять и обсудить. Типа, что делаем, ребят? Монтай. Ну, стоим на базе. Ну, Монтай. Что, постояли на базе и пошли куда-то? Ну, как вариант, да. То, что на карте очень опасно. Ну, вообще... Ну, туда может... О, вот теперь Смоук. Хорошо. То есть, зашли уже туда, где теоретически могут быть варды у Сикрет, и там ее знали Смоук. Они такие говорили, алхимик, пошли с нами. Да не, ребят. Я не хочу. Вы что, у меня... Надо, не надо. У меня Монтай Актарин, я поформлю. Такой, я прилечу с Травелло куда-то. И он без блинка. Цепануй тяжело. Вот, с Травелло. Это байт. Ты понял, слушай, а байт-то, кстати, действительно качественный. Да, единственное, не повезло для Nubi, что здесь стоит только один зомби, который понимает, что этого алхимика ему не взять. И коробка пошла его искать. Коробка его не нашла. Пайлайдай улетает и продолжает так Team Secret стараться спидпушить нога. Еще просветка была здесь заюзана Леоном. Ну, мы видим в итоге, никого не цепанули. Мизери давным-давно снизу. У Мизери есть блинки, есть 11-й левел. А Джеки Мау здесь уже прессует Т2 Тавер. У Джеки Мау подходит, должен быть, да, вот, есть уже Баттлфьюри, есть деньги, ну, точнее, есть уже купленный Баттлфьюри. Нужно только принести его. Нет, еще топорика не хватает. Отлично пользуются тем, что у них линии пушится чуточку быстрее. То есть Ньюби Янг, в свою очередь, довольно-таки быстро тоже линию пропущили. Но мы видим, разменивают пока один Тавер на два, потому что Team Secret забирают и центральный, и нижний. Да, Виха действительно хватает у него демеджа в миде. Низ ТП, слушай, будет Рака, есть Стан, Стан залетает Джеки. Пайлайдай ультимейт, Пайлайдай успеет ли что-то сделать. Урна на нем, Пайлайдай много хила, но не хватает ему ХП. Пайлайдай потеряли, Джеки распрыгивался, но мы видим, один Тавер от Дефили. Здесь Ньюби Янг, но потеряли Тавер в миде, на топе же вышку не забрали. Ну, размен довольно-таки ровный, да. То есть Пайлайдай на Тавер, это всегда приятно, потому что Пайлайдай у нас играет на зомбаре. В принципе, он мастер спейса, он в своей игре, в большинстве случаев... Да, этот человек бывает такое творит. Бегает и разводит львов на вражеские сплэй, и нормально. Интересная стата от... У Вихи, что без Shadow Blade Down, у него винрадит 100%, а у вас Shadow Blade Down 50. Может быть, именно... Ну, надо попробовать. Первая игра, все-таки, противник, как мы все понимаем, он с большой вероятностью для Team Secret проходной, и кто его знает, надо попробовать. Смотри, сейчас, как же Мизери может войти? Ну, его растанкивают, он выходит из Инвиза Мизери, побежал очень далеко Баратрум, его здесь цепляет Пупей, это минус Мизери, ну, минус Баратрум в разменную, и Джи-Джи, а пойдет драться? Нет, не пойдет никуда драться, он просто иллюзии за Пупеем отправляет, и Пупей горит от иллюзий. Просто бежать, бежать за Пупеем, бежать. Ну, в Глимере Пупей говорит, в виду я вас имел, хаста, кстати. Связал иллюзии и забирает хасту Джеки, красавчик. Так, ну, теперь хорошо, Ньюби и Янг начинают уже довольно-таки жестко огрызаться, то есть делают попытки вылезти куда-то, ставят постоянно Сентри, и есть такой огромный плюс, вот именно в этой игре, то, что Сентри стоит, то есть даже если ты никого не убил. То есть поставил ты Сентрю, Нюкса, допустим, не нашел, но она будет стоять еще 3 минуты. И помимо того, что есть Нюксевич, так еще и с Дишаду Финт, который бегает лотарией, и, как мы видим, перемещаться по вражеской территории в инвизии очень тяжко. То есть Ньюби и Янг не позволяют этого делать. Это абсолютно верно, то есть действительно контроль более-менее за инвизерами у них имеется. А так, вот Джекель прыгал. Слушай, это давно в патчи добавили вот это вот зеленое такое подбороем, да? Ну, там, у кого какие настройки. Я, допустим, когда мы играли в разных командах, ну, или даже китайцы, у них всегда все стало на минимум, чтобы не было никаких анимаций, чтобы там ничего не сверкало, и ты адекватно оценивал ситуацию. Я бы с радостью тоже отключил все шмотки и всех вот этих бронтозавров бегающих, которые меня жутко бесят. Какие-то ящерицы у бейсмастера. Что это за фигня вообще происходит, да? Действительно, ты можешь потеряться. Это я не говорю уже про комментаторов. Я не говорю про. Если ты играешь, там какой-то дрэш происходит непонятный вообще. С другой стороны, красиво. То есть самые серьезные сейчас вещи, это что-то из серии ульта-цемки, которые начинают ультить, там какие-то собаки бегают. Да, 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 да. Ты просто сидишь и смотришь на этот Новый год и думаешь, ого, нифига себе. А потом ты понимаешь, блин, тебя аж дамажит. Надо бы как-то спрятаться бы от этого, что ли. Секреты оккупировали немножко Чужой лес. Мэдим не дают Нью-Би-Янг куда-то вылезти. Очень хотят все-таки вот этот Т2-тавр на нижней линии забрать. И Мизери к нему подходит. Но тут и Сетспрей, тут иллюзии. Не, ну Виха очень быстро с иллюзиями справляется. Виха-ллюзии-то. Акторин фармят. Виха так молодец на характере. Купил себе Блокинг Бар, понимает, что, ну, в принципе, бег бегом. Тут у нас врыв на Джеки Мау, которого нету. Нету, у него Манта Сайла. Врывается коровка, и Джеки Мау погибает. А вот так вот, теперь внезапный сайлент для Джеки. И стоит ему задуматься сейчас по поводу Манты. Ну, что у него будет проблема, если он так вот дальше будет подставляться. Ну, в соло имеется в виду, в Миде. Мизери и пробегает как раз-таки по Сентрике. Ну, вот тут проблема у Дараксира. Побьют его немножко, да, и ультимейт Дараксир здесь погибает. Ну, бывает. Бывает, бывает. Такой, извините, тут Сентрик стоял как раз-таки командой Сикрет. Да, Нюхс был уверен, что никого здесь нет, и спокойно замочил. Ну, получается, что очень скоро у нас в очередной раз пойдут обусть Рошан. Октарин, охимий, охимий, охимий. Ну, кстати, хотел сказать такой небольшой момент, что вот именно когда у врага есть Нюхс Ассасин, то Октарин, он немножко делает так, что Нюхс бьет тебя больнее. То есть ты, он стоит, он, короче, стоит очень дорого и дает тебе в среднем плюс 25 интеллекта. То есть чем больше у тебя интеллекта, тем больше Нюхс, тебе маны выжигает. Как мы видим, да, у Алхимика сейчас Сентай это почти один из ключевых статов. То есть получается Октарин еще хуже в этой ситуации. Ну да, да, то есть мы когда-то думали, что как Октарин, Алхимика с Октарином, там получалось так, что был Нюхс Ассасин, какой-то иншент аппарат, и в итоге он там вообще не отхиливается, она у него там, играет ему в минус. В общем, много чего интересного могут сделать с ним враги, и пока мы видим, что у Нюхсевича он готов вступить на тропы. Да, там 5 урона. 5 урона за каждую интеллекту. Допустим, Алхимика. А сколько там, Алхимика? Ну, скоро будет соточка, когда поднимет уровень. Ну, пожалуйста, 500. Получается 500 урона, да. Неплохо. Ну, можно еще купить что-то на ману. Побольше, побольше. Хекс какой-то, например. Ну, можно, можно. Вот сейчас начинается та стадия, когда Алхимика, в принципе, очень тяжело. И Team Secret предпринимает атаку, шанс выхода в смоке, чтобы можно было просто глобальный тимфайт навязать. Ну, ты найду, ты не Алхимик. Алхимик Манту уже заюзал, пытается уйти, отстанивается в Виху, тут же Мизери, и вот они Карапейс. Вот они, Спейк Карапейс, привет. Да, пока Алхимик играет очень нагло. То есть, суть вообще всего этого билда, когда у тебя есть Манта Актарин, в том, что тебе не нужно стоять в своих лесах. То есть, ты аккуратненько спрячешься вот там за эту елочку, может быть, какой-нибудь кустик спряса, выпустил две иллюзии и начал пушить линь. Мизери пока разрывает. Мизери пока разрывает, да, непонятно, зачем здесь осталось квопа. Приказно понимал то, что здесь бегает вся команда врага, и Team Secret довольно-то легко начинает преимущество обратно завоевывать. Да, они ведут тоже 3000 почти голды. По XP это уже 14000 экспириенсов. Да, как бы мы видим, что 19-го ЛСФ, ну и за счет этого немножко оторвался, конечно, он. Так вот, суть билда. Тут у нас пока стараются выйти на Джеки. Интересно, сможет ли коробка с Дарксиром его забрать? Не-не, без квопы никак. Без квопы абсолютно не ас. Вот смотри, как Джеки действует. Вот он действует правильно. Ты стоишь в кустиках, тебя стараются загангать. Ты сейчас прыгаешь на ремнантах, и по идее нужно было ТП сделать, но, как мы видим, его взяли. Долго-долго думал Джеки. Есть еще ремнант. Уходит он, связывает корову. Ну что это за рэнш, малвы? Нормально. Прям такой олимпийский рывок. Сделала корова. Да, снизу тем временем экшен. Забирает Т3 Тавр, ребята, из-за секрет. Побежал на Мизери сейчас Баратруму. Я думаю, надо ему отменять. Понятно, знаете, да, так он и делает. Ну что, Т3 разменяли на Джеки Мао. 3-2-6. Джеки БКБ он решил себе купить. Ну, в принципе, тоже правильное решение. Как бы Леон, Дараксир, Баратрум. Вот эти неприятные товарищи. И БКБ упростит задачу. Ну да, будет получше Монте. Потому что в скором будущем Леон купит себе Блинк. И, как мы знаем, Хекс ты и Монтой не снимешь. Так что нужно покупать какие-то довольно серьезные айтемы. Чтобы выигрывать за... Так, ну что, в мидиа собираются опять-таки секреты. Дождутся они, конечно же, Envy. Здесь и потом пойдут уже в активные действия. Ну, надо еще реализовать Aegis. Прошлый не реализовал, он просто пропал. Виха 6.05 пока имеет на SF. И очень хорошо и очень качественно в этой игре действует. Пропушивать алхимика жутко сложно. И мы видим то, что не позволяет иллюзиям алхимика выходить с базы. То есть, вот такой хороший герой Shadow Fiend. Эти иллюзии с Акторином и Родианцем убивает на ура. Потому что очень мало армора. То есть, мы видим то, что алхимика в целом всего лишь 7 армора. Shadow Fiend из этого режет еще, сколько там, ничего, шестерочку. И когда идут иллюзии, он просто за 3 тычки убивает это все. То есть, пока алхимику нужно найти место, где Shadow Fiend нет. И чтобы иллюзии пушили все линии в ответ. Такая вещь. Мезонотопия видит Queen of Pain. И надо начинать. Подходит Пупан. Бомб. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как неудачно получилось. Подходит Пупей вовремя. Звимиркей подцепляет Queen of Pain. Также Мизери начинает нарезать. И браво Пупей. Ну, если бы не было здесь Пупеи, Мизери, конечно, очень долго думал. Да, он понимал, что Квапу в соло он не упает никак. Не хватит просто демеджа на Берна и Импейла. Ну и удара с Вендетты. Поэтому решил дождаться. Вот так вот мансовал, мансовал. Мизери, конечно, тоже. Красавчик. И Акибик пошел. Джи-я-джи-я в атаку. Он тут абсолютно один. И Эмбер Спирит его догоняет. Его тут не видно пока. В Инвизе. По-прежнему не видно. Но знает Мизери, что он рядом. Потому что горит сам Мизери. И Джеки горит сейчас. Ну вот теперь нужен Вижен какой-то. Да, это же просто руна. Ну да, ради руны, естественно, покупать там дасты в большом количестве это не круто. Так что поверят, что в следующий раз такого не будет. Да? Да, там БКБ, хотя Алхимик хочет себе приобрести. Ну вот уже хорошо. Первый боевой артефакт у нас Джа-Джа купил. И можно нафармить себе еще один там Кунь-Кирасу, чтобы было большое количество армора и можно было танковать. Квапе бы Аганим купить, и Леону бы Аганим купить, и Баратруму бы Аганим купить, и Дарксиру бы Аганим купить. Вот это был бы уровень. Это был уровень. Ну или можно собрать себе Актарин. Еще один. Два Актарина. Обмазаться Актаринами просто. В каждую руку по Актарину. Тут находят Леонечка. Леонечка забрали. Минус Леон. Викидсик уже у ВИХа. 7-0-5 СФ. Ну очень-очень качественно отыгрывает. Да, БКБ уже готовый, кстати, у Кимао. Сейчас будет тяжелее его поймать. Ну и неужели Сикреты будут заходить? Ну в принципе никто им в этом не мешает. Но правда почему-то на нижнюю линию перемещается. А, крепы по миду зашли, и они снизу будут бить Бараки. И вы посмотрите, вы посмотрите на то, какой Барак они бьют. Так, проблемы. Здесь тяжка хорошая. Ну и будет ли стан? Да, есть стан. Забьёт Баратрум. Всех протаранил. Сейчас же Кимао в БКБ. ВИХа по-прежнему живой. Ручками машет ВИХа. Сейчас будет ультимейт. Больно. Ребятами с Нью-Бианки ультимейт от Пупея. Сейчас всё взорвётся у нас Джиэджи. Вьюзер Монтуна всё равно взрывается. Минус Джиэджи. Гадлайк. ВИХа. И Квапа тоже погибает. ВИХа ещё один фраг прорабатывает. Минус 3. И я не увидел, был ли байбэк от Дарксира. И нет, не было байбэка от Дарксира. Просто всех ВИХа и Мизери поубивали. Тут ловят ещё раз Леона. Леон едва живой всё-таки выживает. Ну и... Ну просто отлично сыграно. Да. ВИХа вошёл как мужчина. БКБ танковал тот плёнчик. Забрал у нас Пупея. В общем, ВИХа шёл вперёд, танковал как мужчина. В это время всё... Ну, выжидал Пупея своего момента. И самый решающий момент того же Алхимика схватил. И Алхимик сам себя убил. Да. Блинкзаггер появляется у Дарксира. Проще будет врываться. Хотя и в прошедшей драке врыва Дарксира и стенка была очень хорошей. Реально очень хорошей. И вообще выглядела драка поначалу довольно неплохо. Я не совсем понял, куда был заюзан там мультхвапы. И был ли он там вообще заюзан. Был. Ну сразу прям сразу кинул. Но большая часть противников была в БКБ. Поэтому дэмэджи немножко не хватило. Ну как говорится, продамажить-то продамажить. Ну он продамажил-продамажил, да. Но сейчас вот на месте Ньюби есть один такой очень тонкий момент. То есть нужно, возможно, в первую очередь сосредоточиться на суппортах. То есть если впереди у нас будет происходить все как должно, то есть ShadowPin танкует, зомби на передовой. И они, естественно, впитывают, то тогда, естественно, драка будет по Team Secret. Потому что у них как-то вот, ну, замес сейчас выглядит посуровее. Все-таки химикс акторином мы видим эсэфа не пробивает вообще. Вот он стоит и ему вообще кисло становится. В большинстве случаев. И надо как-то попробовать выйти в спину, может быть, там, найти Бэйна, засалинсить его. Убить. Да, Бэйна убить это очень многое решит. Потому что Бэйн дает невероятный, ну, невероятный импакт вносит, конечно, Пупей в игру. Но и Пупей, ну, посмотрите на его артефакты. У него есть Глиммер, у него есть Солар Квест, Аркан Тапки. И еще и Арморчика он добавляет. 5-2-7. Бэйн, 15-й левел, супер полезный, конечно, Бэйн. Что Ньюби Янг, очередная вылазка в чужой лес. Сейчас будут постараться кого-то, кого-то здесь найти и приговорить Ньюби. Опять-таки в Смоуке. И опять-таки это попытка бетонуть на этого Алхимика. Ну, слишком очевидная попытка. Но Алка сейчас, смотри, что он творит. Он встал в лес, чтобы палить Смоганг и поставил Алка. Если кто-то будет пробегать мимо, он просто уйдет в Лотаре. Очень крутая фишечка. Сильно. Вот выходят иллюзии. Виха просто с двух ударов с ними разбирается. У него уже Манки Кинг Бар. И вы понимаете, что с МКБ-то он и кости уже ломает. Но это очень неприятно. Как бы демиджа сейчас у Вихи слишком много, я даже сказал. 9-0-6 уже у нас вообще счет у Вихи. Ну и пока им все сомнения, связанные с первым выступлением Вихи на мейджор-турнире, он просто отметает и говорит, не, ребятки. Я уже опытный. Я уже нормально катаю. Да, да. Заходит наверх у нас Shadowfin. Также за ним стоит все его команда. И Сикреты понимают то, что особо смысла рисковать и как-то идти пушить пока нет. То есть всегда можем подождать очередного Рошана, которого забираем очень быстро. И Ньюби и Янг стараются сделать хоть что-то, лишь бы дать минус до его появления. Ну нужно, нужно. Вот очередной смок и опять не угадывает Ньюби Янг. Он может вернуться сейчас, он может вернуться. То есть пошли люди, которые... Гейм есть, кстати, у Квапы, да. Гейм есть, поэтому нужно ловить. Как-то, где-то. Ну вот совсем не там, где надо бегать. Да, вот СССР. Палится и пойдут на него. Пошел разбег. Здесь много людей и это не самый удачный врыв будет. В СССР все моментально вгастовали и очень хорошо. Очень хорошо. А теперь можно и подраться. Теперь можно и подраться. И побежал Дарксин. Стяжка по четырех стенка. Но где фоллоу? Где фоллоу? Нужно продолжение. Здесь Квапа прыгает. Кричит на людей. Пытается все в Глимер. Убегает на Пупе на паре. Пупеет. Убегает. Стан взлетает Пайлайдая. Здесь СССР уже выкупился. Он уже в драке. Здесь Мизери двоих копнул. Ну и проблемы начинаются у Ньюби Янг. Минус Баратрум. СФ БКБ убивает Жиэ Джиа. Сорян. Сорян. Все-таки за счет Байбека смогли. Байбек нереально сильно зарешал. С одной стороны мы видим то, что Team Secret вроде бы даже подались и удачно. Но с другой стороны мы наблюдаем то, что по голде все-таки Ньюби Янг слегка в плюсе. Минус тысяча голды у Вихи. То есть смерть плюс деньги за его стриг. Гадлайк, ну и Байбек. Это, конечно, очень много. И могут попробовать одолеть имберспирита. Да, Энви понимает, ни в коем случае нельзя рисковать. Вот-вот может появиться Рошан. И появляется довольно-таки вовремя. Да, и это Aegis для Энви. И Сыр, кстати, это же третий Рошан, да. Сырый Aegis у нас. Вот так вот. Да, ребят, пока у нас здесь Рошан. Абьет стоит вам, наверное, напомнить все-таки, что у нас работает три стрима. Кроме нашего, это Dota Major RUBA, Dota Major RU3, Dota Major RU4. Там на втором стриме E-Home против Arians играет. На третьем Zdeck против Mineski. На четвертом у нас играет LGD против Cloud9. Смотрите все эти четыре стрима одновременно. Там есть что посмотреть. Аганим выносит у нас Nyx Assassin. А вот и красавчик. Вот и хороший артефакт. Это вам не комплексти на квалификациях на International, где Nyx Assassin выносил Акторин. Мидас Акторин. Мидас Акторин. Тоже быстрее фармить. Не хватало радианса и манты. Да, да. Посылать свои люди. И был бы Nyx, считай, как алхимик. Только Nyx. Так, ну Нью-Би-Янг мы видим то, что борются. Они по-прежнему, ну, стараются хоть как-то попробовать подловить. Сейчас всей компашкой выходит на линию сверху. И Team Secret чувствует, что лучше всего их ловить. То есть попробовать как-то выйти в спину. Вот С3 побежал в Мизери. Выигрывает много времени. Да, надо правда в Darkseer убежать. Есть блинк, есть блинк. Ой, хорошо. Быстренько убегает. Мизери пытался за ним еще с блинка гнаться, но мы видим до конца достать не смог. Ну, так хорошо. По итоге вышли. То есть даже несмотря на то, что никого не убили, но при этом время прилично выиграли. Потому что пока у нас вся эта банда бежит наверх, то у нас есть шанс там пойти понизу. И может быть даже забрать Тир 1 Тауэр, чтобы солидно оторваться по голде. Блин, ну Вихи уже Сатаник на подходе, ребятки. Как же вы с ним будете бороться, кстати? А где его вообще Доминатор в Курьера его выложил, что ли? Или где? Да, Доминатор в Курьере. Сатаник соберется, прилетит как раз-таки после того, как закончится Aegis of Immortal. Либо будет заюзан как-то Aegis of Immortal в размен на сторону, например. И будет вот тот самый шестислотовый SF, который страшный и ужасный. И вот он Ганг. Вот он Ганг. На этот раз Пупей рисует. И ты посмотри, куда рисует Пупей. Он настолько четко рисует местоположение соперника, что прям... Но сейчас палево будет. То есть бежал опять Героев по твоей линии. В итоге неожиданно они пропали. И Ньюби и Янг должны абсолютно все понимать. Что же задумали этим Сикрет? Они же не думают, что сейчас стоп-линии моментальной Сикрети в Смоке переместятся сюда. А Сикрети так и делают. Посмотрите, у этого Сэпа. И сюда иди Алхимик. Просто за 4 удара изничтожает Алхимика. Под Соло Крестом невероятный какой-то лютейший дэмэдж от Винхи. Ну, БКБ поражал чисто так для проформы. Ну, в любом случае, минус Алхимик, слушай, его 90 секунд не будет. Можно спокойно заходить. То есть немножко странно. То есть ты, с одной стороны, можешь подумать. Да, у них там Shadow Fiend с Аигисом. Он почти в 6 лотов, 23 уровень. И он, наверное, когда пропадает сверху, пойдет фармить свой лес. Но, как мы видим Пупей, он понимает, что этого, естественно, делать не стоит. И лучше всего пойти и попробовать подраться. Где-нибудь в лесу сразу. Три. СФ. СФ. Ну, тут нагло. СФ идет разменивать свой Аигис. Очень хочет он на этот Аигис выменять очень много спеллов. Ну, кстати, у него получается. Что, зашел на хэк-граун. Развел на стенку. Стенки теперь нет. Да, так Мизри, Мизри встреет. Мизри немножечко подамажили его. Виха пришел, распугал. Падает барак. Правильный барак убивают, ребята. Ну и добивает милишный. Очень четко. А, тут еще закопанный сидит. Сейчас, говорит, ребят. Я помогаю, ребят. Все нормально. Ну, что, на месте Дарксера я бы сейчас сказал, парни, стенки. Нет, я не врываюсь. Все. Я не иду в драку. То есть, максимум один вакуум вы от меня можете подождать. Ну, а дальше, как хотите, так и убивайте. Ну, лол, 25 секунд все еще не будет алхимика и 20 секунд. Но и стоит здесь Тамба, стоит здесь Никс. То есть, в принципе, готовы, ребята, дальше драться. Сатаник прилетает. Не, не прилетает. Просто купил виха Сатаник. Ну, это должна быть минус одна сторона, как минимум. Вряд ли будут драться за ней. Неужели секреты уйдут? Вот прям как-то мне не верится. Так, вот он Дарксер, стянул без стенки, пытается убежать. И это минус Дарксер должен был быть. Да, все-таки Мизери добивает его своим ультимейтом. Цепанули здесь Леона. Леона сгрызает. Леон тоже моментальный минус. Дарксер выкупился, не имеет стенки. Зачем выкупился, непонятно. Связка. Джеки. И пошел виха. Привет, говорит Баратрум. Баратрум погибает. БКБ включает у нас Алхимик. И Виха ему говорит, здорово, братан. Че там у тебя ультимейт? Ну, и отгоняет. Ну, ничего не могу сделать. Стеночка. 5 секунд. Можно попробовать еще дать хорошую комбу. Мы видим, что у Квапы нет ничего, Алхимика тоже. Но это не страшно. Если вакуум по пятерым и дать туда бомбочку Алхимика, то все возможно. Да, действительно, все возможно. Но вот Мизери прыгает. Вот сейчас. Но Алхимика цепанули. Алхимика больно. А вакуум? Вакуум же. Стенка опять куда-нибудь поставлена. Вообще без боя, без войны забирает Сикреты в вторую сторону и уходит. Сикреты играют так, выверенно, четко, правильно, без лишних телодвижений. Ну, по плану. Они знают то, что Нюбиян, как мы видим, пока не очень любит рисковать. Там, как-нибудь нажать смоки, обойти спину, напасть на Байна, который, ну, просто дофига делает в этой игре, как мы видим. Он не прощает того же Алхимика за счет своего Соло Креста. Но вместо этого все происходит как по заказу. То есть мы видим то, что Шадо Финн с Айгисом довольно-таки хорошо танкует. И все у него довольно-таки круто. Также у нас Нюбиян сейчас стараются забрать Нюкса, которого, кстати, видно. У него гем, ничего себе. Да ладно, Нюкса забрали. Но подходит Месье Пупей, который нашел брат Рума. Леон с хайграунда на Виху. Ой, хорошо, кстати. Сейчас двоих на хайграунду затянули. Можно их там не сбивать, но тут Виха. Бедный Леон, сорян, братан. Он погибает. И дальше Виха здесь на хайграунде в БКБ. Когда БКБ закончится, будут проблемы у Вики. Ну, хотя какие проблемы? Еще непонятно у кого будут проблемы. Пришел сюда Джеки Мао. СФа бы как-то отсюда столкнуть. Форстаф, вот он имеет с первой подайдая. Вот он первый форстаф. Пупей говорит, попуси пока там. Ты и так неплохо отыгрываешь там. И Эмбер в толпу. Эмбер связал двоих, включил БКБ. Проблема Куин оф Пейнт. Куин оф Пейнт просто сгорает сейчас. 50 хп Куин оф Пейнт едва живая уходит. Джеки за ней до конца. Куин оф Пейнт делает сюда тп аут. Виха убил Дарксира. Ну, какой-то сумбур происходит откровенно. Алхимик куда-то пошел. Все, попыточка последняя не удалась. Да. Хотя, знаешь, задумка хорошая. Закидываешь сюда Шауду Финда, Эмбер, Спирита, Шауду Бейна, Зомбаря. Ставишь стенку, они все друг друга убивают. То есть, по-моему, только так. Ньюби Янг могут надеяться на свой шанс. Что-то враг убьет сам себя. По-другому, наверное, и никак, да? Ну, надо попробовать разок еще раз. То есть, вот можно вот здесь попробовать подраться и закинуть на хайграунд врага. Ну что, 45 минут игры за нами. Сикрет Ньюби. По-прежнему преимущество Бешеная у Сикрета. 20 тысяч голды, 30 тысяч экспы. Да и Даллас переобретает Джеки Мао. Ну и что? Можно заходить в последнюю сторону. Дарксира нету. Появится, будет у него стенка. Ну, последние две были самые успешные. Смотрим. Так, Леон прыгает, капнул Мизери. У Смейт Попы тоже в одном Мизери. Пытается убить Виху. Виху спрятали, Виху выхилили. Виха сживой. Сейчас включит Сатаник. Вот он, Виха, включает Сатаник. И сорян, пацаны. ГГВП. 1-0. Очень качественно. Виха напоминал, знаешь, пациента, который лежит. Его массажисты, там, массажиры. Там, говорит, ты вот здесь вот еще. И вот здесь вот спинку, пожалуйста. Почешите мне тогда вот здесь. Ну, ну, что-то, что-то пачку покалывает. Ну да, Батон говорит большое спасибо, ребят. И просто все развалил. Что это сейчас? Пупей, включили Пупей. Напоминает Джей Донга, который приехал на ВЦГ по Старкрафту и говорил, у меня было ощущение, что я играл против Ботов. Было такое в интервью, один раз сказано. Пупей дальше продолжает разогревать руки с странными такими интересными движениями.